Сегодня мы не завершаем вот этот юбилейный год, который был насыщен различными событиями. Это только начало. Именно этот год позволил каждому из нас по-новому взглянуть опять на то, что пять веков назад сделал Мартин Лютер. Что он сделал? И, как уже было сказано, не интерреформировал, а прежде всего обратил внимание на здоровье церкви. Церковь сегодня должна быть небольшой или многочисленной, или великой. Она должна быть здоровой. Здоровье подразумевает баланс, который произнес как раз Лютер в 95 тезисах, и пять из них особо ярко выражены как основы, столбы для здоровья церкви. Когда мы живем в Писании, когда мы поступаем в соответствии с нашими убеждениями в вере, когда мы понимаем, что у нас нет никаких заслуг, а только Божья благодать, когда мы понимаем, что мы призваны провозглашать Христа и быть христианами, и мы об этом как раз говорим, и чтобы от церкви действительно была слава Богу. И, говоря о реформации, мы говорим о том, что в сегодняшнем обществе, как и во все времена, остаются эти пять гигантов духовной пустоты, бедности, болезни, неграмотности и, к сожалению, эгоистического лидерства. И именно церковь призвана сегодня, имея антидоты, помочь заполнить духовную пустоту, помочь сегодня, как и Христос, как уже было прочитано, протянуть руку тем, кто в нужде бедным, нуждающимся, помочь тем, кто сегодня в болезни не только физической и духовной, и не только духовной, но и физической, и быть сегодня образцом служащего лидерства. Именно в этом суть реформации. Ибо и Мартин Лютер призывал именно к тому, чтобы церковь наконец-то стала церковью. Я думаю, что мы сегодня не заканчиваем, а наоборот вновь с новыми силами начинаем наше движение уже в обновленном нашем разуме, в обновленном нашем понимании двигаться вперед, потому что мы сегодня не закрыли страницу и не похоронили, чтобы никто не понял, что это траурные венки, да, а для реформации нет. Ведь это как раз воскрешение, начало, это жизнь, которая сегодня вдохнула вновь и по-новому засучала реформация. Поэтому мое слово сегодня больше к христианским лидерам, чтобы мы, продолжая начатое дело, как уже было сказано, от сотворения, и продолженное подвижниками, продолжили его в нашем межпрофессиональном общении, в нашем взаимоотношении, и, как уже было сказано, гармонизация общества способствует тогда, когда наше нравственность на высоте, когда она в основе принципов, которые мы исповедуем, на которых мы стоим. И вот эти пять слов, пусть станут принципами для каждого из нас, и тогда то, о чем молился Иисус Христос, единство, оно будет и в нас, и в наших семьях, и в нашем обществе, и в нашем государстве, и в нашем мире, которое и нуждается сегодня в голосе Церкви. Да благослови всех нас Господь! Аплодисменты!